Ну вот мы и подошли, получается, к событию, где падают звёзды будущего. Бану в одиночку ищет что-то в дикой природе. Ну давайте начнём, перед этим, конечно, сделаем великолепный снимок. Как же без него, если есть такая возможность, и далеко ходить и не надо. Бану, я не помню тебя. Ух ты, не пустынники, не похитители сокровища, прилично одеты и незнакомцы, это мой шанс. С... эм... страница, страница, прошу, остановись. Что с тобой случилось? Здравствуйте, скобка открывается, выбирается обращение в соответствии с полом, собеседника, скобка закрывается. Прошу прощения за беспокойство. Может у вас найдётся минуточка, чтобы выслушать мою просьбу. А, скобка? Прошу, не перебивайте, иначе я не смогу вспомнить следующую фразу. Следующая фраза, скобка открывается, кратко опишите возникшую проблему и вежливо попросите о помощи, а затем поблагодарите собеседника, скобка закрывается. Последняя фраза, скобка открывается, пример, скобка закрывается. Ага, благодарю за проявленное великодушие, я никогда об этом не забуду. Также я хочу отблагодарить вас за труды и прошу обдумать мою просьбу. А, фух, на этот раз ничего не забыла, всё должно было получиться, доверяя вам поиск звёзд будущего. Похоже, ты хочешь нам что-то поручить, но Паймон не понимает, о чём идёт речь. В книге «50 вещей», которые должен знать бродячий исследователь, написано, что именно так, и надо говорить, когда тебе нужна помощь. Что-то непонятного-то. А, ты не рассказала о самой проблеме? Да? Ах, минуточку. Сейчас найдут что-то, что нужно отвечать, а не рассказала о самой проблеме. Так-так-так, девочка достает из кармана книгу «50 вещей», которые должен быть знать... Ох... А здесь ничего такого не написано, но Шарма говорит, что в этой книге есть ответы на все вопросы. Паймон, в замешательстве тебе нужна помощь, верно? Раз уж книга не поможет, может, своими словами расскажет, что случилось. Попробую. Дело вот всё. Меня зовут Бану. Я ищу по карте звёзд будущего, звёзды будущего. Всего их шесть. Если найти все шесть звёзд, можно призвать великую звёзду будущего. Она очень мощная, как раз. Это я и хочу сделать. Ах, вот что ты имела в виду, когда я говорила про поиск звёзд будущего. Верненько. И в этом заключается концепция звёзд будущего. Концепция. Да, всё верно. Эта концепция показалась мне очень понятнее, чем те, с которыми я обычно имею дело. Но всё вышло слишком просто и скучно. А потом, ну, эта концепция оказалась какой-то путанной и не объяснила, как найти звёзды будущего. Тогда я придумал кое-что ещё. Да, девочка достает из зарослей позади себя странный предмет. Это очень важная штука. Называется, пусть будет, мудрость Бану. Она показывает, где находятся звёзды будущего. Здорово, да? А, крутое название. Но эта штука такая большая и тяжёлая, что я не могу её сдвинуть. И вот это уже совсем не круто. Вот для меня, вот для чего мне нужна ваша помощь. Вы наверняка сумеете её передвинуть. С этими предметами можно отыскать звёзды будущего. Ну что, по рукам? А как только я призову великую звезду будущего, хорошенько вас отблагодарю. Ну, давай подумать, дай-ка мне. До встречи с вами. Я спросил о помощи и других. Но едва заслышав о звёздах будущего, они поменялись лица и отказывались продолжать разговор. А ещё советовали перестать дурачиться и вернуться к папе с мамой. Ух, как это меня злило. Я же не какая-то барказница, улизнувшая из дома. Взрослые всегда так. Они думают, раз я ребёнок, то болтаю всякую ерунду. Но звёзды будущего существуют. Я не выдумываю. Попробуйте поискать их с помощью мудрости Бану. И сами в этом убедитесь. А если не хотите помогать, я подожду кого-нибудь ещё, кто меня выслушает. Ну хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Ты мне веришь? Ура! Вот, сестрица, возьми мудрость Бану. Запомни, чтобы указать, указывать, где находятся звёзды будущего, мудрости Бану нужно иногда отдыхать. Возьми ещё книгу 50 вещей, которые должен знать бродячий следователь. На картах я отметил, где находятся звёзды будущего. Можете с ними свериться. Разращайтесь, как найдёте все шесть звёзд. И я покажу вам великую звезду будущего. Где падают звёзды будущего. Задание выполнено. Окей. Используйте мудрость Бану, чтобы искать следы звёзд будущего. Чем ближе вы находитесь к цели, тем точнее этот предмет будет направлять вас, и тем меньше будет область действия. Так. Когда вы обнаружите местоположение звезды будущего, появится скрывающая её загадка. Разгадайте её и получите награду. Это событие довольно интересное, с учётом того, что оно длится короткое время. Окей. Как мне эта штука... А, её нельзя использовать. А ну-ка. То чувство, когда я просто смотрю на карту и понимаю, что что-то здесь не так. И явно здесь мне что-то не объяснили. А, путешествие Искатель Звёзд. Вот оно и появилось. Мудрость Бану, а ну... А, это всё понятно. Извините. Описание события, награды, подробности. Вау! Интересненько. Да, они будут открываться довольно-таки быстро все. На данный момент у нас... А, ну, конечно же. То есть вы хотите сказать, что на данный момент это находится в пустыне. Куда я ещё, конечно же, не зашёл. Прекрасно. Ладно. Где-то здесь, да? Отображается. Но, судя по всему, подсказка отслеживается. Ну-ка, секундочку. Я даже догадываюсь, где это может быть. Ну, я в пустыню ещё даже не зашёл. Ну, как такое может быть? Ну, как? Не хочу пропускать это событие, но, судя по всему, есть небольшие трудности. Так, а мне нужно, как я понимаю, чисто подойти к этому знаку. А, вот она, область. И, судя по всему, теперь я могу воспользоваться данным артефактом, да? Найдите звёзды. Угу. Так, забавно это всё, конечно. Это ты мне показываешь, что нам туда, что ли? О-о-о-о. Я ничего-то не понял, конечно же, всё это. Опять показывает туда. Эй. Звезда ты наша. Где же ты можешь быть? А, подожди, или я не так её применяю? А, нет, всё правильно, смотрите, показывает туда. Ребята, извините, тут звезда должна быть где-то. Звезда мне нужна. О, это звезда, нет? Нет, это не звезда. Да ё, ну, вы мне всескайп. О, это что, про нет? Весь скайп не испортили, а? Смотрите. А, он... Очень странно, конечно, только что это было всё. Ладно, окей. Заберём всё это и поехали дальше. Что, сюда нам идти надо? Где моя звезда? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ следуйте за изменениями вокруг здесь сразу было бы тряной поток или только что он появился окей окей так секунду мне же туда надо идти до да все верно по моему мы идем в нужном направлении стоп а дальше-то куда это но звезда будущего испытания пройденная забавно а ну-ка давайте посмотрим что это у нас тут а за каждое испытание можно получить 60 что мне делать вот объясните мне вот что мне делать ну я не могу сюда попасть по разным причинам руки так и чешутся так и хочется прям ворваться сейчас пустыню добежать полностью всю ее пересечь и добежать до этой местности что же мне делать то слушайте а я думаю что нет мы смысла наверное да у ну ладно лишусь я 60 истока это такая мелочь по сути но пустыню я чувствую пока что не буду исследовать чисто из принципа но в любом случае прекрасно что мы нашли и первое испытание пройден ребят ну и следующее посмотрим уже в ближайшее время пустыне если будет 3 хорошо давайте сделаем так если будет такая ситуация и последующие также будут все в пустыне но или большинство то мы туда конечно же ворвемся посмотрим когда откроется через сну через 14 часов данное событие если она будет опять пустыне да и мне придется уже туда просто забежать и получить все все эти награды ну потому что пропускать действительно здесь будет очень много я попущу истока ладно разработчики ну подожди дали бы немножко ладно спасибо что смотрели красный кнопку под видео подписывайтесь если еще не подписались пишите комментарии ставьте лайки нажимайте на колокольчик увидимся в следующей серии пока пока